И в этом выпуске я расскажу вам, как сделал своими руками умную квартиру, которая работает на основе данных с огромным скалодромом. Я выиграла вот эту вот разводку. У меня есть фишка, которая всем вам обязательно понравится. 38 квадратных метров в новом ЖК с максимальным числом хранения. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room! Рада вас видеть, приглашаю вас к себе в гости. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Меня зовут Агнета, и я видеомейкер. Сниму контент для твоего блога. Я также работаю с эмоциями и немного увлекаюсь психологией. У меня очень хорошо развито пространственное мышление и чувство симметрии. И это я использовала в ремонте своей квартиры. Как вы уже поняли, вы находитесь в моей квартире. И сейчас я вам расскажу, как я сделала ремонт в своей квартире без дизайнера. В доме 61-го года постройки серии SM3. Я очень люблю район Раменки. Я здесь раньше жила в соседнем доме, буквально в однокомнатной квартире. Но мне она была немножко маловато. И моя задача была найти в этом же районе, но двухкомнатную квартиру. Ну и остановилась я на этой, потому что цена ее меня устроила. Я купила ее в 2017 году. Здесь был абсолютно просто ужас. Такой бабушкин вариант. Причем запущенный бабушкин вариант. Фото мы потом приложим. Площадь квартиры 47 квадратных метров. Я живу здесь одна с двумя кошками. Точнее, с котом Трояном. Это ориентальная короткошерстная порода. И саванна обесинская девочка-обесинка. Дом 61-го года постройки серии SM3. Они строились после Сталинок, но по сталинской технологии. Преимущество этих домов в том, что у них относительно высокие потолки, хорошая шумо- и теплоизоляция. И удобные планировки. Когда я заехала в эту квартиру, здесь был просто тихий ужас. Здесь отколупывалась масляная краска. Весь потолок здесь был в жиру. Вот вентиляционная шахта была настолько в жировом таком мху. Когда я заехала, я сделала косметический ремонт. Ну, просто хотя бы, чтобы здесь можно было как-то более-менее находиться. Я сделала перепланировку, и получились такие помещения, как прихожая, совмещенный санузел, кухня, гостиная, спальня и гардеробная. Сейчас я расскажу вам про каждое помещение поподробнее. Перейдем на кухню. Отделочные материалы пола у нас керамогранит, точно так же, как и фартук. Кстати говоря, изначально я фартук хотела сделать мозаику, но потом, под конец, так как у меня бюджет был все-таки ограничен, вот такой вот сплошной был повыгоднее. И я абсолютно не жалею об этом решении, потому что мыть его очень просто. Зеркальная поверхность каждая хозяйка оценит. Что не скажу, кстати, о белой столешнице. Столешнице я не очень довольна. Возможно, конечно, если она была бы из искусственного камня, все было бы проще и получше. А столешница дешевая, и на ней, конечно, остаются какие-то следы от чая. Приходится хлоркой какой-нибудь отмывать, чтобы она именно была белая. Цвет фасада очень аппетитного такого цвета капучино. Специально подбирала варочную панель и духовку в цвет, чтобы она была максимально такая легкая, воздушная. Золотишко без этого не обошлось. Глубокая достаточно мойка. Здесь у меня проведен газ. Газовая труба у меня спрятана вот в такой вот коробочек. Конечно, не совсем, может быть, эстетическое решение, но так как она там в стороне, это не очень бросается в глаза. Здесь, в общем, все чисто. Так как здесь у меня газ, то по техническим требованиям на кухне обязательно нужна дверная перегородка. Вот такая вот красивая, во французском стиле, у нас тут дверь. Здесь есть очень интересное такое решение. Тут у нас находится посудомойка, а здесь отсек для приборов. И очень удобно мы перекладываем все приборы из посудомойки. Домой. Класс? Да. Класс же, ну. Так, дальше. Отсек для посуды, соответственно, тоже. Все достаточно удобно. Все раскладываем. Да, Троян. Здесь у нас находится вытяжка, и, как мы видим, места для хранения все равно достаточно много. Там наверху розетка, куда вытяжка подсоединяется, плюс еще одна розетка под вот эту вот подсветку. Отдельно стоящий холодильник я решила остановиться именно на таком варианте, потому что он более вместительный. Я много готовлю, иногда ко мне приходят гости, относительно гостей. Здесь места на три человека. Можно добавить, конечно, еще стульев и столов. Круглый стол, диаметр 90 сантиметров, и вот такое решение над столом. Такие же стулья и похожий стол вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. Основное освещение – точечные светильники. У InMyRoom есть телеграм-канал. Там каждый день выкладывают красивые интерьеры, скидки и акции от партнеров, и анонсы новых видео. Подписывайтесь, ссылка в описании. Зона гостиной. Раньше здесь была отдельная комната. Изолированная. Я ее решила сделать проходной, так как я живу одна. Для меня нет никаких сложностей с этим. И эта комната сейчас получилась с четырьмя проемами. Это, в общем, вход в прихожую, вход на кухню, в спальню и на балкон. Здесь был произведен демонтаж полностью всех стен, а также пола. Я это сделала для того, чтобы новые стены были прямые и тонкие. Потому что старые стены были очень сильно кривые. И для того, чтобы их выровнять, потребовалось бы очень много материала. Строиматериала, штукатурки. И чтобы… То есть там перепад буквально до 10 сантиметров бы доходил. А эта стена получилась бы внутренняя – 20 сантиметров. Мне важно было сохранить максимальное количество площади, да, чтобы я каждый сантиметр использовала, чтобы он был полезным. И поэтому было решено использовать позагребневый блок. Он достаточно тонкий и прочный. Давайте перейдем к балкону. Здесь такое панорамное окно. И вместо него здесь раньше стоял такой подоконный блок. Я его демонтировала. И вот получился вот такой вот… Прекрасная история для лета с балкончиком во французском стиле. Ну, благодать летом. Балкон я не стала застеклять. Решила сделать открытым и сделать такое здесь приятное место отдыха на лето. Несмотря на то, что лето в Москве достаточно короткий сезон имеет, но это очень приятно – находиться на свежем воздухе, попить чашку кофе или чая. Напольное покрытие здесь – керамогранит. И стоит вот установлен кованый балкон. Такой придает французский шарм. На мой взгляд. Стены у меня везде под покраску. Молдинги использовала для придания такой вот немножко шика. Кстати говоря, о проемах. Так как здесь потолки где-то исходная высота 2,70-2,75, местами неровный потолок, проем у меня нестандартного размера, а по 2,20. Потому что обычный проем около двух метров. Это позволяет нам вытянуть высоту, и здесь нет ощущения низкого потолка. Обратите внимание, какое крутое решение. Мне кажется. Напольное покрытие ламинат. Комната сама небольшая, 12 квадратных метров. Мебели здесь немного. Гостиная, получается, гостиная зона состоит из камина. Камин я делала на заказ. Изготовлен он из МДФ. Декор использовала по максимуму. Напротив камина у нас удобный раскладывающийся диван Икея. Зеркало на самом деле немножко не вписывается в этот интерьер. И просит здесь немножко, может быть, конструкцию полегче. Но, честно признаюсь, я его купила еще до ремонта. И оно мне настолько понравилось, как-то уже решила, окей, пусть будет. Здесь стоит такой мобильный журнальный столик. Кстати, похожее есть на маркетплейсе InMyRoom. Его можно поставить близко к дивану, смотреть телевизор и, например, наслаждаться каким-нибудь попкорном. Потолок здесь у нас натяжной. Я сделала скрытый карниз и поставила подсветку. Ну и повесила тюль и шторы. Бархатный. Люблю бархат. Роскошь. И все это такое. Освещение. Точечные светильники. Я на самом деле приверженец разного освещения, чтобы было дополнительное освещение, основное освещение. А люстра вообще является таким элементом декора. И у меня в каждой комнате получается по люстре, обратите внимание. То есть это в прихожей, на кухне, в гостиной, в спальне. Хотя площадь квартиры очень маленькая. Ну вот еще, кстати, торшер. Купила я его немножко уже после того, как закончила ремонт. Просто уж очень он вписывается, скажем так, в стилистику. Такое в африканском стиле напоминает мне родину. А вот и моя спальня. Здесь стены также под покраску. Ламинат такой же, как и в гостиной, единым покрытием. Здесь все необходимое для спальной зоны. Кровать с подъемным механизмом, что позволяет нам иметь дополнительное место хранения. Кстати говоря, такую кровать, похоже, вы можете также найти на Marketplace in my room. Далее. Здесь предусматривается телевизор, но как-то так руки так и не нашли его приобрести. Прикроватные тумбы и туалетный столик были сделаны на заказ. Туалетный столик – это неотъемлемая часть интерьера любой девушки, конечно же. И здесь я крашусь, привожу себя в порядок. Достаточно много света. Очень удобно. Обратите внимание, на той стороне стены расположены зеркала. Зеркала. Я их использовала, этот прием, для того, чтобы расширить пространство, дать больше воздуха. Хотя здесь достаточно большая площадь для спальни. 13,75 квадратных метров. Здесь у нас вход в гардеробную. Так, вернемся к зеркалам. Использовала этот прием, чтобы дать пространство. Это мой не первый проект, который я делаю. У меня был опыт других ремонтов, где я делала интерьеры без дизайнеров. И мне, конечно же, помогает насмотренность. Я сохраняю какие-то красивые картинки, интерьеры, которые мне нравятся, крутых дизайнеров, мастеров, которые помогают мне ориентироваться в трендах, не в трендах, в стилистиках. И поэтому я всем советую тренировать свою насмотренность, подписываться на площадки, где есть InMyRoom. И вдохновляться и создавать свои интерьеры, свои мечты. А что же у нас здесь за такие интересные двери? Куда они ведут? А ведут они в Нарнию, а именно в гардеробную комнату. Кстати говоря, здесь раньше была одна единая комната. Вход в комнату был со стороны зеркала. И площадь комнаты была около 18 квадратных метров. В данный момент гардеробная получилась примерно около 5 квадратных метров. Ну что ж, зайдем. Размеры гардеробной где-то полтора метра на три. Я здесь разместила гардеробную систему PAX. Это Ikea. Без нее просто не смысла в своей жизни. Очень удобная, функциональная и очень много чего помещается. Здесь у меня три отсека, где можно повесить вещи. Не люблю складывать, мне проще все держать на вешалках. Ну и достаточно много места для хранения. Выдвижные ящики, для постельного белья. Здесь у меня отдельно получается комод для обуви летней. Ну и всякие полочки. Удобно можно под все использовать. Книги, духи. И зеркало. Пожалуйста, вот. В гардеробной также есть розетка, все необходимое, для того, чтобы подключиться, мало ли там дополнительный свет провести. Освещение. Здесь точечные светильники расположены, точно так же, как и в спальне. Вентиляцию я здесь не предусмотрела, но двери я практически всегда держу открытыми. Если я уезжаю, чтобы вещи дышали, то есть оно никаких проблем не составляет. Ну и вот такие сдвижные двери. Прихожая. Я здесь также использовала белые стены для того, чтобы расширить пространство. Но здесь имеются нюансы. Если у вас домашние животные, особенно собаки, я не очень рекомендовала бы использовать белый цвет. Ну, как ни крути, все равно какие-то погрешности потом видны, и нужно будет со временем обновлять это все. Ну, для меня это не проблема начать покраску стен, поэтому я выбираю в этом плане красоту, пространство. Пол. У нас здесь использован керамогранит, так как здесь это у нас грязная зона. Здесь у нас также проведен теплый пол. Квартира достаточно теплая, я им не часто пользуюсь, именно в моменты, когда отключают отопление, и, допустим, холодно. Теплые полы прям спасают в этот момент. Хотя так вот летом абсолютно комфортно ходить по такому полу. Здесь у нас вход в ванную, а здесь у нас такая гардеробная ниша. Такой небольшой шкаф, да, куда верхнюю одежду как раз таки мы всю прячем, вот сюда. Кстати говоря, раньше вход в спальню как раз таки был вот через вот этот шкаф. И проход на кухню был через ванную, такой был длинный. И моей задачей было сделать как можно больше полезной площади из метров коридора. Кстати говоря, вот с этой нишей есть некие секреты. Вот эти двери, это на самом деле двери от шкафа, причем от шкафа гардеробной системы PAX. Были, конечно, некоторые сложности с монтажом. Почему-то, ну, получается, ширина одной створки 50 сантиметров. Соответственно, проем был метровый. Но почему-то, когда мы начали монтировать двери, они не подошли. Пришлось наращивать тут дополнительно 10-сантиметровую такую плашку. Ну, в общем-то, справились. Внутри у нас автоматическая подсветка включается. Ну, и также у нас там хранится роутер, есть розетки. И достаточно вместительная гардеробная. Тут можно и повесить, и на вешалку. Обувь здесь хранится. Достаточно удобная. Иногда вот тут там чемодан. Можно здесь также хранить пылесос. Вы можете обратить внимание, здесь такой выступ. Это балка, как бы конструкция дома, которая, ну, несущая конструкция, которую мы, соответственно, не трогаем. И вот здесь вот такой вот выступ. На самом деле, я прям ломала голову. Я хотела сначала сделать стену здесь заподлицо, чтобы она не выдвигалась. Но почему-то решила сделать чуть шире пространство. Хотя здесь, казалось бы, 10-сантиметров. Ну, немножко я скажу жалею, потому что она так выпирает и немножко раздражает меня. Тогда она также, получается, несущая конструкция. Ну, с другой стороны, чуть пошире не стало. Можно вот побольше воздуха. Пуфик у нас для того, чтобы можно было удобно переобуться, присесть на дорожку. Кстати, похожие пуфики есть на Marketplace in my room. Перейдем к консоли. Она является такой акцентной частью прихожей. Прихожей, очень такая она роскошная, красивая. Делала ее на заказ. И зеркало. Собирали его, кстати, из маленьких кусочков самостоятельно. Дверь была заменена. Сразу же все, ну, белое под интерьер. И вот здесь у нас картина. Вы спросите, а почему она висит немного как бы нецентрирована, да? А дело в том, что за этой картиной у нас как раз-таки спрятан щиток. Оф! Вот, тоже. Стою. Могу его открыть. Санузел. Санузел у нас получился около 6 квадратных метров. Такой большой он получился за счет перепланировки, которая согласована. Мы присоединили туалет, ванную и зону коридора. Отделка у нас керамогранит широкоформатный на стенах 120 на 60, на полу 60 на 60. На стенах у нас получается керамогранит глянцевый, на полу матовый. С левой стороны расположенная ванная. Я ее обрамила вот такой конструкцией. Ну, соответственно, все это сделано из гипсокартона. Нишу для хранения каких-то необходимых самых вещей. Специально обратите внимание, вот эту вот часть я специально надстроила, чтобы как раз-таки разделить. Сделала акцент на стену из мозаики в таком приятном розовом цвете, который я очень люблю. Ванная размером 170 на 70. И также я разместила здесь кран по центру. Но, к сожалению, не смогла найти ванную такого размера. У меня она не пролезала, чтобы слив был по центру. Немножко тут такое решение не совсем симметричное, скажем так. Но не страшно. Также здесь я еще предусмотрела такую нишу. Здесь под низом должна будет идти подсветка. Пока руки не дошли, я обязательно ее сделаю. Ну и также все равно подходить здесь к ванной очень удобно. Здесь у нас просто зона хозблока. Самые необходимые вещи. Стиральные порошки, моющие средства, полотенца, туалетная бумага и прочее, прочее, прочее. При желании, при желании, здесь можно разместить было, конечно, и сушку. Но на тот момент, когда я делала, почему-то я не видела преимущества в использовании сушки, а зря. Ну, в любом случае, это все можно всегда снять и поместить еще сушку. В принципе, место для хранения уменьшается, но оно все равно есть. Душевая кабина у нас пятиугольная, 90 на 90 размер ее. Она получилась достаточно высокой. Объясню почему. Дело в том, что слив достаточно далеко, и изначально он очень высокий. И поэтому нам пришлось поместить ее на такую высоту, чтобы он исправно работал. Ну, здесь около, наверное, 20 с лишним сантиметров. Здесь есть один нюанс. Так как у меня здесь все аксессуары, краны, ручки, полотенцесушитель, все у меня в золотом цвете. У золота есть такая особенность. Оно все в разном цвете. И это очень важно учитывать на будущее. То есть, если кто-то захочет сделать золото, имейте в виду. Потому что достаточно много времени уходит для того, чтобы подобрать. Иногда, кстати, приходится некоторые вещи заказывать онлайн, и у тебя нет возможности сравнить. И приходит абсолютно не тот, и есть некие такие моменты. Потому что с хромом и там с черным, или там какие там еще бывают. Медные цвета с этим, наверное, попроще. Ну, с хромом, по крайней мере, точно. И так, люк. Люк Бессон. Так. Здесь у нас красота. Кстати говоря, я участвовала в одном конкурсе творческом, и я выиграла вот эту вот разводку. Мне сделали ее бесплатно, и я достаточно неплохо сэкономила на такой дорогостоящем элементе, как коллекторы, гребенки. Раковина здесь размером 90 сантиметров в ширину. Эта полка у нас тоже была произведена на заказ. Кстати говоря, относительно зеркала, я сомневалась над тем, сделать его квадратным, чуть поменьше, либо круглым. Вот честно, сейчас я бы поставила круглое зеркало. На тот момент, что я были сомнения, ну и поставила такое высокое повыше, чтобы побольше было отражение и пространство было шире. Хотя достаточно большая ванная комната. Зачем? Ну, так мне захотелось. Подсветку я тут решила сделать точечную, но такую немножко решила выпендриться, скажем так. Может быть, она даже не совсем к тему, но главное, что мне нравится. Я для себя делаю такие вот с висючками, как будто бы люстра. Лежу такая и наслаждаюсь люстрами. Почему, кстати, я поставила ванную и душевую одновременно? Душевая – это всегда просто удобно, это быстро. А ванная – это про релаксацию, это про свечи, это про настроение, про состояние. И для меня ванная очень важна. Место, где я наполняюсь энергией. Очень рада была вас видеть у себя в гостях. Я надеюсь, что стану примером и вдохновением для того, чтобы вы начали преображать свое пространство, жить в красоте. Стремиться к тому, чтобы сделать свое жилище удобным, эргономичным и красивым. Меня зовут Андрей, я занимаюсь разработкой диджитал продуктов. И в этом выпуске я расскажу вам, как сделал своими руками умную квартиру, которая работает на основе данных с огромным скаладромом. Наш дом находится на юго-западе Москвы. Нам достались от застройщика просторные холлы, огромные необычные угловые окна. Здесь мы живем вместе с моей женой, с моим сыном. Сын любит очень активно заниматься видом спорта, лазать на скаладроме, а жена увлекается пением и сама пишет книги. Квартира 72 квадратных метра. Нашей целью при ее реализации было огромное свободное пространство, чтобы мой сын мог свободно заниматься спортом. Мы всей семьей могли активно заниматься также спортом. Умный дом, который помог бы автоматизировать много задач по рутине, для того, чтобы больше времени удавалось проводить совместно с семьей. Еще одной целью устояло визуальное спокойствие в квартире, чтобы было минимум отвлекающих деталей, не было открытых пространств хранения, чтобы можно было спокойно после работы расслабиться и насладиться видовыми местами, которых у нас в квартире несколько. Наша новая квартира в стиле функционального минимализма. Она помогает концентрироваться на самых главных вещах в этой жизни, автоматизируя всю рутину. Пойдем, я подробнее расскажу о ней. Давайте начнем наш рум-тур с кухней. Кухня по плану застройщика была как отдельное помещение, но мы ее совместили вместе с салоном. Получилось у нас большое пространство. Основные материалы, которые представлены в кухне, это кварцвинил, который постелен во всей квартире единым полотном. Кухонный гарнитур, это в основном фасады из ЛДСП и столешницы из пластика сделаны. Кухня хорошо очень просматривается с зала и является по сути видовой. Поэтому ей уделили особое внимание. Когда я сделал сам проект кухни, я его отправил в несколько кухонных компаний на просчет, и мне выставили большую стоимость 500 тысяч рублей. Поэтому я решил сам заказать на распилов ЛДСП и полностью собрать кухню сам. Кухня у нас глубиной 80 сантиметров, что нам позволило сделать ездящий фартук на кухне, который скрывает все разноцветные вещи в виде губок и стаканчиков. При этом позволяет легко до них добраться. Когда супруга моя готовит, она открывает эти шкафчики и спокойно добирается до всех необходимых вещей. Сзади на стенках фартука у нас сделана из андированного алюминия и очень хорошо подчеркивает всю нашу композицию из сыпучих смесей и орехов. Здесь у нас также продуманы вентиляционные решетки, чтобы холодильник и вся техника за ней хорошо проветривались. Розетки также есть в нашей кухне, но они встроены вверх. Это на самом деле очень удобно. Металлическая мойка и смеситель с двойным изливом. Здесь же у нас встроен выход для чистой питьевой воды. Фильтр внутрь у нас встроен полностью, очень удобно. Ящик для мусора, представлен в виде двух ведер. Посудомойка узкая, 45 см. Ящик двойной для крупного хранения. Ящик для столовых приборов. Здесь тоже все нестандартно сделано, поэтому пришлось делать зону для хранения тоже своими руками. Индукционная варочная поверхность. И у нас есть специальная встроенная вытяжка, которая тоже была сделана с моими руками. Она работает по датчику влажности. Когда на плите что-то закипает, она сама автоматически включается. И имеет два уровня вытяжки. В верхних шкафах у нас хранятся зоны для чаев, для тарелок и сушка. Есть специальная зона хранения для сыпучих вещей и для крупной техники. Также встроенная микроволновая печь и духовой шкаф. Внизу у нас специальный отсек для еды для кошки. Кухня специально сделана до потолка, чтобы удобно расположить освещение и добавить большие зоны для хранения. Это вот освещение дополнительное. Оно включает по датчику движения, когда темное время суток. И когда человек подходит к кухне, она сама включает и сама выключается. Подоконники я сделал тоже своими руками. Это дуб полностью из дуба. Все подоконники и откосы. На подоконнике мы разместили чайник, что удобно и освобождает зону столешницы. Радиаторы нам удалось утопить внутрь стены. И декоративную решетку я тоже сделал своими руками. Радиаторы управляют отоплением в каждой комнате по датчику температуры. Если температура выше 24 градусов, радиаторы выключаются. Если температура ниже 22, она включается. Стол сделан тоже своими руками из дуба. Специально для удобства снята везде фаска. Срезаны углы, чтобы дети не стукались об них. Стол также можно раздвинуть для большой семьи. Это вторая столешница, которая выдвигается сюда и он становится очень большим длинным столом. Стулья, которые я их заказывал, сам спроектировал и заказал на лазерной резке. Основу для этих стульев обил. И они здесь теперь. Сделал красивый бекор. Это было векторное изображение, которое я сам разработал. И с помощью лазера мне вырезали из шпона дуба это красивое дерево, которое украшает сейчас нашу кухню. В нашей квартире специально не предусмотрены шторы, потому что открывается прекрасный вид. И у нас северная сторона, и нам солнце никогда не мешает, чтобы от него закрываться. Из кухни у нас есть отдельный вход в гардеробную постирочную. Он реализован с помощью скрытой складной двери, что очень удобно и не мешает проходу в зале. Выключателя света в гардеробной тоже нет. Там все реализовано с помощью датчиков движения. Как только входишь, свет автоматически включается. В гардеробной есть постирочная. Есть стандартная стиральная машина. И необычный сушильный шкаф, который работает по датчику влажности. Как только жена развешивает здесь белье, здесь влажность повышается и включается вытяжка. И она очень быстро просушивает все белье. Зона постирочной также отделана кварц-винилом влагостойким. И полностью все швы сделаны герметиком, чтобы можно было тут абсолютно плескаться и ничего никуда не протекло. Быстрая зона в гардеробной представлена вещами спортивными. Мы с семьей очень часто занимаемся спортом. И поэтому вещи очень близко всегда под рукой находятся. Следующая зона у нас для длительного хранения. В основном здесь вещи моей жены, которые висят и лежат во всех шкафчиках. Это одна из немногих систем, которые я покупал, а не делал своими руками. Это Икеа. Здесь также у меня хранятся различные полочки с гаджетами. Не только вещи, но все это в основном длительное хранение. Здесь еще есть отдельная специальная ниша, где у нас хранится робот-пылесос. Отдельно один из щитков нашей квартиры. Хранятся все строительные инструменты, различные материалы, которыми я делал ремонт. Здесь порядка шести полок и все они заняты. Сверху есть две зоны хранения дополнительные, которые идут под потолком и скрыты за специальным рючком. И одна из зон тоже для хранения специальных инструментов. Также в зоне постирочной есть специальные полочки, на которых хранятся стиральный порошок и другие очистные средства. С этой стороны отдельная секция у нас специально выделена для Саши, где он сам может набирать себе воду и не просить и не ждать ни у кого из взрослых. Из кухни мы попадаем в просторный зал. У нас по всей квартире лежит замковый кварц-винил, который не боится воды и не подвержен линейным расширениям из-за тепла. Поэтому он у нас лежит в ванной, в туалете, в прихожей и во всех мокрых местах его можно спокойно мочить. У нас вся концепция квартиры сделана в том, что у нас нету плинтусов ни на потолке, ни на полу. Это, конечно же, добавило очень-очень много работы, и я это осознал уже, когда стал реализовывать это в квартире. Но мне нравится результат, который получился. Цветовая композиция во всей квартире это белые фасады и дубовые оттенки, что на полу, что в отделке мебели. Во всей квартире лежит на полу шумо- и гидроизоляция во всех комнатах, а на потолке лежит шумоизоляция тоже по всей квартире. Когда я проектировал квартиру, мне надоели стандартные шкафы, представленные в виде огромных прямоугольников, и я сделал такой необычный шкаф. У всех шкафов в нашей квартире нету ручек, и у них есть определенные механизмы. Достаточно нажать, и дверца сама открывается. Этот механизм я собрал из двух разных комплектов разных брендов. Такого ни одного бренда я не увидел. В шкаф я встроил специально гладильную доску для своей жены, и у нее есть блокиратор, чтобы она никого не ударила по голове. Она здесь может спокойно гладить. Здесь у нее располагается как гладильная доска, так и утюг, и все необходимые принадлежности. Много шкафов для хранения, одежды. Здесь у нас есть специальный шкафчик с личной коллекцией диафильмов для проектора, который мы смотрим по вечерам вместе с сыном. Это уже вторая наша квартира, в которой мы придерживаемся концепции без телевизора, но мы любим смотреть фильмы. Поэтому у нас есть скрытая специальная полочка с техникой. У нас там спрятаны роутеры, умный дом, проектор, который мы чуть позже покажем, как он проецирует экран размером 4,5 метра по диагонали. Кстати, в квартире более 60 умных различных гаджетов, которые управляют ей. У нас есть специальное место, в которое мы выставляем картины, которые пишет наш сын. У нас есть умная колонка, которая является голосом умного нашего дома. А также в каждой комнате у нас стоят датчики уровня углекислого газа и запыленности в помещениях, по которым включается канальная вентиляция у всей квартиры, индивидуально в каждом помещении. В гостиную у нас представлено три сценария освещения. Это специальная провожалка, которая включается, когда темно и когда она замечает движение. Есть дополнительный свет по периметру потолка и основной свет, представленный в виде люстры. Это стена, на которой проецируется изображение от проектора с диагональю 4,5 метра. И под ним сделан специально под размер, который есть у проектора, специальный шкаф. У него верхняя тоже дубовая поверхность. И в нее встроена аудиосистема, которая здесь, которая ее не видно, но она по блютусу подключается к ноутбуку, который показывает этот фильм. В каждой спальной комнате есть канальная вентиляция замкнутого контура, которая представлена в виде входящего потока и выходящего потока из комнаты, который работает по датчику углекислого газа. Диван является центром нашей гостиной. Здесь мы проводим время всей семьей и вместе с друзьями. Дивану на самом деле было очень много уделено внимания. И мы очень долго думали, как сделать диван, чтобы он одновременно был удобен для просмотра каких-нибудь фильмов. Либо и одновременно, чтобы он смотрел на сторону кухни, чтобы можно было разговаривать, когда что-то готовишь и общаться с людьми. Этот диван полностью сделал я. Мне помогли только с обивкой тканью и обшивкой поролоном. Основание у дивана сделано из ясеня. И внутри скелет сделан из березы и из фанеры. Специально сделаны подушки, не валяшки, которые весят по 15 килограмм. Их нельзя сдвинуть, когда на них сидишь. Диван специально трансформируется в отдельное спальное место, поворачиваясь отдельным блоком и присоединяясь к тому. В зале у нас также сделаны все подоконники-откосы с помощью дуба. У них не выступает ничего и у них смотрится очень лаконично. Но при этом в зале у нас все-таки есть небольшая штора, которая закрывается для того, чтобы можно было смотреть фильмы, и тебе не мешал дневной свет. Батарея в зале, как и во всех комнатах, утопленная и скрыта сзади рекоративной решеткой, которую сделал сам. Батарея управляется с помощью умного дома по датчику температуры. Если температура высокая, то она выключается. В откосы встроена розетка для удобной зарядки гаджетов. У InMyRoom есть свой телеграм-канал. В нем вы найдете красивые интерьеры, скидки и акции от партнеров и анонсы на новые видео. Ссылку в описании. Из зала две большие двери, 2.30, ведут в спальню и в детскую. Пойдем посмотрим детскую. Детскую мы сделали в морской стилистике. И центральной композицией детской у нас является маяк. Мы вдохновлялись историей Sven Храброе сердце, где у нас есть такой же маяк и маленький мышонок, который у нас тоже здесь представлен. Маяк является ночником, за которым мы читаем Саше сказки на ночь. Основание маяка у нас функциональное. Оно представлено в виде раздвижного стола, за которым Саша лебет и рисует. Кроватка это один из предметов мебели, который мы не сделали своими руками. Мы ее заказывали и покупали. У нас она сделана специально с бортиком, чтобы Саша не увалился, когда спит. Свет на потолке сделан креативно и представлен, как будто бы светит маяк в виде определенной трапеции. У него есть основное освещение и дополнительное освещение. Система хранения, где Саша хранит свои игрушки. Также у него размещена вся одежда, его обувь, которую он играет, гуляет и ходит в сад. Балкон у нас маленький и в нем ремонт не доделан. У нас там проходят трубы канальной вентиляции, которые разведены по всей квартире. У нас все окна и двери в квартире сделаны с блокираторами противодетскими, чтобы обезопасить маленьких жильцов. В детской у нас есть умная штора, которая включается и по голосу, либо по кнопкам. В детской спальне сделана шумоизоляция по всем стенам, чтобы было комфортнее спать. В спальне у нас стоит электронное пианино, за которым моя жена уже написала больше 20 песен. Она сама пишет и сочиняет музыку, сама пишет слово. Кровать для спальни я сделал сам из дуба, с ярко-зелеными изумрудными стеновыми панелями. У нее есть диммируемая включаемая световая подсветка, ее здесь не видно, это скрытые ночники. Также у нее есть внизу три шкафчика, которые очень легко открываются при нажатии ногой. Похожую кровать вы можете найти в Marketplace и MyRoom. Система хранения тоже у нас сделана очень необычно, потому что все прямоугольные шкафы, как я говорил, мне уже надоели. Поэтому я сделал шкаф, я его называю философский шкаф. И эта композиция олицетворяет то, что они все, ячейки сделаны разного размера, как в ширину, в длину и в глубину. Она показывает, что все мы разные, но при этом мы составляем единую красивую композицию. Здесь хранятся и рубашки, и для их удобного использования мы предусмотрели специальный пантограф. Внизу сделано специальное хранение для одежды на вешалках, на штанге, для белья, для хранения одежды жены и моего хранения. Для того, чтобы глубоко не влазить, у нас сделаны специальные ящики. Здесь у нас в комнате сделана умная римская штора, которая управляется... управляется. И сама может опускаться с помощью голоса, либо с помощью нажатия на кнопку, либо на телефоне. По плану застройщика, это было одно большое помещение с двумя окнами. Мы его разделили на два помещения. Получилась спальня и отдельно кабинет. Кабинет нам был нужен с женой, потому что мы еще до коронавируса работали удаленно из дома, и это было необходимое требование к нашему проекту. В кабинете у нас есть стол, столешницу, которым я сделал сам, из дуба. И тумбочку мы купили в Икеа. У нас в столе встроено даже мусорное ведро, чтобы роботу-пылесосу было удобно убираться и не объезжать его лишний раз. В кабинете у нас находятся также, как я называю, легкие наши квартиры. У нас с ним просто так сделан ренечный потолок, чтобы у нас был доступ ко всем коммуникациям. Всю систему вентиляции и систему рекуперации в этой квартире я сделал сам своими руками и спроектировал ее тоже. Потолок сделан в виде имитации брусков дерева. На самом деле это очень легкий алюминий, даже если он отвалится к кому-то, то он будет практически как перышко парить вниз. Но выглядит это очень красиво, но самое главное, что он позволяет получить доступ к любой точке потолка и не нужно огородить никаких дверей. Стул тоже не просто так, он умный. У нас есть встроенная беспроводная зарядка, встроенные выведенные USB и джеки для наушников и для микрофона. Это стена наших спортивных достижений вместе с сыном. Мои медали, где я сделал железного человека. И мой сын тоже не отстает, и у него уже 9 медалей, начиная с двух лет. Он участвует в соревнованиях. У меня также есть факел олимпийского дня. Я был олимпийским факелом у нас. Рабочее место является видовым. Здесь очень удобно смотреть в окно, как садятся самолеты в аэропорт Внуково. Но когда слишком яркое солнце, можно закрываться с помощью раздвижной жалюзи. Это уголок наших достижений, где мы сохраняем самые лучшие актуальные рисунки моего сына. Он здесь составляет свои поделки, чтобы мы тоже могли ими любоваться. Здесь есть книга и песни, которые моя жена сама написала и сочинила. Ну и мои различные восхождения на разные горы. Свет в кабинете также умный и представлен в виде двух полос. Можно включить над столом. И вторая здесь в дополнительной зоне. Мы находимся в прихожей. И мы сделали умную дверь. Этот умный замок может снимать, если люди находятся слишком долго перед дверью, он присылает мне видео сообщение. Я могу даже с ними поговорить. Также я могу удаленно управлять этой дверью. Мы сделали откос тоже из дуба двери. У нас есть огромное ростовое, даже не ростовое, зеркало от пола до потолка, в которое удобно смотреться всем членам семьи, в том числе и самым маленьким. Шкаф для хранения верхней одежды и обуви. Специально сделали ниши, чтобы обувь не была на виду и скрывалась там в глубине. У нас есть также интересное решение для людей, которые любят завязывать обувь, ставя ногу на что-то. Сделали специальный металлический угол, чтобы люди этим пользовались. Шкаф, где мы храним верхнюю одежду, взрослую верхнюю одежду, потому что для детей у нас сделан специальный отдельный шкаф. Для детей мы сделали специальный шкаф, чтобы им было удобно пользоваться. У него есть отдельная своя обувница, где у него маленькие места хранения для маленькой обуви. Есть специальная зона, в которую он вешает свою одежду и кладет головные уборы. Также здесь еще влезло специальное место хранения для рюкзаков и для сумки. моей жены. Также у нас в прихожей реализовали щиток, старались его сделать скрытым, чтобы он был в том стены белый. У нас сделано еще дополнительное место для того, чтобы можно было сесть и обуваться. И оно сделано, как будто бы продолжение шкафа, что люди его не замечают. У нас нет выключателя света в прихожей, потому что свет работает по датчику движения и по закрытию двери. Также у нас еще есть камера, которая смотрит, что если есть движение, она записывает и начинает. Потолок, в который встроен свет, сделан точно так же, как в кабинете, с помощью алюминиевых реек, которые имитируют деревянный брус, потому что здесь, под потолком в прихожей, проходит очень много коммуникаций, и к ним нужно иметь доступ. Не хотелось сделать отдельные какие-то лючки. У нас есть общий выключатель. Выключатель общий 2.0, как я его называю, потому что он выключает не только свет, он еще выключает отопление в квартире, он закрывает шторы и включает вентиляцию и запускает робота-пылесос выбираться при нажатии. Это первая тумбочка, которая появилась в этой квартире. Мы не экспериментировали с цветом фасадов и с цветом дерева. По итогам эксперимента мы сделали фасады чуть-чуть белее и цвет дерева чуть посветлее. Под тумбочкой у нас располагается робот-пылесос со станцией зарядки и станцией очистки. И у нас есть еще специальная дверь для кота, через которую он ходит в туалет. По проекту застройщика предполагался коридор в нашей квартире, но нам удалось от него избавиться и присоединить полезную площадь к нашему огромному залу. У нас есть всегда необычная дырка, отверстие, которое ведет в ванну. Через нее засасывается воздух и фильтруется воздух во всей квартире. А также одновременно высушивается вся ванна с специальным вентилятором. Если вы сейчас делаете ремонт и у вас не хватает интересных идей, вы можете подписываться на все платформы InMyRoom. Там их очень много. А если вы хотите стать героем проекта InMyRoom, присылайте фотографии готового интерьера вот на эту почту. А сейчас я вам покажу очень необычную фишку нашего дома. Пойдем. Так как я сам люблю очень альпинизм и скалолазание, и хочу это привить сыну, поэтому сделал для него скалодром. Нам удалось сделать скалодром по всем техникам безопасности пожарной, согласовать его с соседями, и все зацепки нам предоставили любезно скалодромы нашей Москвы. Сложность скалодрома может показаться поначалу простой, но он является регулируемым. Его можно откидывать, и он наклоняется на 45 градусов, что становится очень сложным даже для профессиональных альпинистов. Монтаж скалодрома мы делали вместе с сыном, а также вместе его красили и выбирали рисунок вместе. В ванной реализовано также много интересных технических решений. Пойдем посмотрим. Когда входишь, включается автоматическая подсветка под зеркалом, и сделана специальная рельефная плитка, которая очень красиво подчеркивается этим же светом. Есть, а также основное освещение, которое уже нужно включать руками. Когда основное освещение включается, дополнительная подсветка автоматически выключается. Это основное освещение для того, чтобы работать и умываться. Есть третье освещение, это уже когда принимаешь ванну, и там включается автоматическая вытяжка, которая вытягивает всю лишнюю влагу из комнаты, когда ты моешься. Зеркало почти метрового диаметра я сделал сам своими руками, но похожее зеркало вы можете найти на Marketplace in my room. Столешница сделана из дуба и плавно переходит в шкаф. В столешницу встроена полунакладная мойка. Таких моек на самом деле очень немного. Она сочетает в себе все преимущества моек, которые ставятся. Эту мойку более удобно мыть, в отличие от накладных моек сверху. В шкафу у нас отдельно хранятся зубные принадлежности, мыло, фены и другие полезные вещи. Сверху у нас сделано длительное хранение. Снизу у нас встроена мойка воздуха, которая вытягивает воздух из всей квартиры, фильтрует его, а также она включается при повышенной влажности внутри ванны и проветривает ее, чтобы не было нигде плесени. В нашей ванной нет классического полотенцесушителя, ни водяного, ни электрического. Мне удалось встроить большой полотенцесушитель внутрь стены. И сейчас у нас вот эта стена температурой 55 градусов, что очень быстро высушивает все полотенца. Так как у нас большой полотенцесушитель, по физике полтора метра, у нас сушатся полотенца для взрослых и ручные полотенца. Также у нас есть специальная вешалка для полотенца для ребенка. В ванной, когда у нас включается освещение в ванной, дополнительно включается теплая стена, которая прогревает всю ванну по периметру и также не позволяет образоваться плесени и никакого грибка у нас в течение года уже нет. Также у нас есть очень интересный смеситель, который показывает температуру воды и сколько литров было израсходовано. В ванной у нас сделан натяжной потолок, установлены датчики протечки, как и во всей квартире. И из остатков я сделал Саше специальный стульчик для того, чтобы он мог сам мыть руки. В туалет у нас складная дверь, которая не мешает проходить в ванну и складывается очень аккуратно. Также в туалете у нас нет выключателя, все работает под датчиком движения. В туалете у нас также лежит кварцвинил на полу, на стенах кварцвинил, который очень удобно укладывать, но стоит он примерно так же, как и керамогранит. Здесь у нас МДФ, шпанированный дубом плексиглаз на стенах сделан и алюминиевый реечный потолок под дерево. Ну и классический, наверное, подвесной унитаз, который сейчас все реализуют, биде. Вся стенка за туалетом, который сделан из плексиглаза, из шпанированного дуба разборная, за ними находится система хранения и счетчики воды. В туалете удалось реализовать очень компактный рукомойник, который показывает температуру воды, с мылом, с диспенсером, и в него встроена так же туалетная бумага с стратегическим запасом. Дорогие производители инсталляции делают очень интересные решения, в которых вытяжка встроена прямо в чашу унитаза. Я смог купить дешевую инсталляцию и врезать в нее вытяжку, и поэтому у меня сейчас воздух высасывается автоматически прямо из самой чаши унитаза. Вот и закончился наш рум-тур. Надеюсь, он вам понравился, и вы почерпнули много интересного. Если будут вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Привет, InMyRoom! Я рада вас видеть. Проходите ко мне в гости. Меня зовут Катя, по образованию я дизайнер интерьера, но со временем я поняла, что мне интереснее заниматься проектированием мебели, поэтому я получила дополнительное образование организатора пространства и теперь помогаю людям наводить порядок у них дома. В этом выпуске я вам расскажу, как мы спланировали интерьер для жизни с тремя детьми в минималистичном стиле, а также расскажу очень много классных советов про организацию пространства и хранения, а также расскажу, какой секрет скрывает наша кухня. Квартира находится в новостройке в Останкинском районе города Москвы. Мы здесь проживаем с супругом, тремя детьми. Это дочка 8 лет, сын 5 лет и младший тоже сынок, ему 2,5 года. Также у нас есть трое животных, две собаки такса и кошка. Квартиру мы получили с черновой отделкой, практически ничего не меняли. Было пару перестановок стен, о которых я расскажу позднее. С технической частью нам помогал дизайнер, он продумывал все розетки, чертежи, коммуникации, но с визуальной частью я работала сама. Вдохновлялась работами других современных дизайнеров в стиле минимализма. Давайте смотреть. Давайте начнем с кухни. Это самая большая комната в нашей квартире, почти 23 квадрата. Кухня у нас совмещенная с гостиной и зоной. Кухня у нас спланирована в минималистичном стиле, тоже на этапе ремонта я ее проектировала по собственным чертежам. Здесь у нас варочная панель на 4 комфорки. На стене у нас уложен керамогранит широкоформатный, метр двадцать на метр двадцать. Очень хорошо себя ведет в плане использования, очень хорошо чистится. Столешница у нас 20 миллиметров, тоненькая, вровень с фасадами сделана. Это кварц. Также мы столешницу решили сделать с торца, чтобы кухня имела законченный вид. Далее у нас идет мойка и смеситель. Нижние фасады на кухне у нас сделаны из шпона дуба, покрытые сверху маслом. В принципе, неприхотливые. Выбрали дерево, потому что хотелось добавить какого-то уюта в наш минималистичный интерьер. Здесь у нас бутылочница, в ней мы храним масла и приправы для готовки. Здесь у нас большой ящик для хранения специй и ложек-поварежек для приготовления. Очень удобно, кстати, хранить специи рядом с плитой, сразу их добавлять. Далее у нас хранится посуда. Это тоже очень удобно. Когда ты что-то приготовил, ты можешь сразу взять тарелку, себе положить. Не надо никуда далеко бегать. Далее хранятся какие-то большие форматные у нас блюда. сковородки, как раз тоже для приготовления на плите и крышки. Далее у нас идет посудомоечная машина на 60. Это прям must-have в большой семье. Здесь у нас хранятся приборы. Это тоже очень удобно, потому что здесь у меня рабочий такой уголок. Хранение стаканов тоже у нас здесь не случайно, потому что здесь у нас организована чайная зона, которую сейчас я вам покажу. А вы знали, что у Inomarum есть свой телеграм-канал? Подписывайтесь, и вы узнаете много всего интересного для ваших интерьеров. А здесь сейчас я вам покажу множество секретов и свой чудесный уголок. Здесь у нас располагается чайно-кофейная зона. Также стоит рабочая машина, кухонная, которая очень тяжелая, и ее не потаскаешь и куда-то не будешь убирать постоянно. Поэтому здесь у нее домик. Мы это тоже предусматривали на этапе планировки кухни. То есть вся техника у нас имеет свое место. Мы заранее здесь запроектировали розетки под всю технику. Здесь их целых 5 штук. Вообще, это шкаф. Это экспериментальное решение моего и мебельщика. Мы очень долго думали, как спроектировать именно такую систему открывания. Тут есть некие нюансы в ограничении по высоте. Вообще, предполагается этот механизм для навесных ящиков, чтобы он открывался выше. Но так как наш ящик начинается от столешницы, поэтому это максимальная высота открывания. Я здесь прохожу. Это спроектировано под мой рост. Но мужу неудобно. Он бьется иногда головой. Это решение рабочее, но вам нужно смотреть и ориентироваться на свой рост и на свое удобство. Также здесь у нас расположен пульт управления шторами. Когда мы утром просыпаемся, подходим сюда, мы их открываем. Это тоже очень удобно. Фасады в этом ящике поднимаются с помощью специального электропривода, который закрывается с помощью кнопки, а открывается с помощью прикосновения. Также при проектировании мебели я хотела задействовать максимально большое количество пространства, поэтому там у нас получался как мертвый угол. И мы предусмотрели вот такую систему хранения, которая задействует каждый сантиметр того угла. Все выдвигается. Эти корзины очень крепкие. Они выдерживают до 50 килограммов по весу. Здесь у меня хранение техники, какие-то запасы банок. Здесь у нас колонна большая выдвижная для хранения сыпучих продуктов. Все у нас пересыпано в прозрачные аккуратные баночки. Все подписано. Это выглядит намного эстетичнее, чем пакетики, которые валяются по всему ящику и рассыпаются. Мы всегда видим, чего у нас не хватает и что нужно купить. Поэтому всем рекомендую пересыпать, деконтировать. Также у нас здесь полка со сладостями и какими-то снэками. Тоже все просматривается. Дети сюда залезают, сами все берут, сами себя обслуживают. Внизу у нас полка для хранения овощей, лука, чеснока. Наверху запасы. Также на этапе проектирования кухни я предусмотрела вот такую вот полку интересную с выдвижными перегородками, которые можно расширить, которые можно сузить. Это удобно для хранения сеток, решеток из духовки. Вот здесь у меня противень, которые обычно некуда деть. Продолжается колонна с техникой. Здесь у нас духовка. Мы ее спроектировали на уровне столешницы, чтобы удобно было доставать оттуда и поставить сразу на стол. Микроволновка внизу тоже встроенная. Проектировали для детей, чтобы деткам было удобно открывать. Ну и не только детям, но и нам самим тоже удобно оттуда что-то доставать, а не тянуться вверх куда-то, как обычно проектируют микроволновки где-то наверху. Далее, так как у нас большая семья, у нас предусмотрена здесь полностью морозилка большая. Там запасы. Здесь у нас полностью холодильник. В зоне гостиной у нас стоит большой стол. У нас семья большая, поэтому, в принципе, мы за ним в таком вот виде помещаемся все. Но стол раскладывается. Сценарий освещения у нас здесь несколько. Подвесной светильник прямо над столом. Также есть световые полосы, которые выполняют не только декоративные функции, но также они являются как подсветкой моего вот рабочего угла на кухне. Также на стене у нас есть декоративный светильник, который мы обычно включаем вечером. На потолке встроенные трековые светильники. Каждый из них можно двигать и направлять в любую сторону. Далее мы переходим в зону гостиной. На стене у нас уложена декоративная штукатурка в цвет бетона. Здесь мягкая зона, диван. Он у нас имеет две глубины. Поменьше и побольше, где можно поваляться. Кстати, похожий диван можно найти на Marketplace in my room. Далее у нас идут шторы. Они имеют электропривод. Могут дистанционно открываться. Можно с кнопочки, а можно просто подойти, вот так вот дернуть, и они сами закроются. Здесь у нас расположена витрина для хранения всякой красоты. Статуэток, вас. Она тоже с подсветкой. Внизу у нас зона для техники. Тоже предусмотрели все хранение. Здесь стоит приставка от телевизора. Также мой муж меломан, он себе установил специальную звуковую систему. Телевизор, кстати, у нас очень тонкий. Идет вровень практически со стеной. От него заложен кабель-канал. Все провода скрыты в стене. Ну и выходит туда. Там тоже продуманы все розетки для техники. Я не любитель каких-то проводов торчащих. У меня вообще как-то с ними не складывается. Поэтому я максимально себе во всех зонах предусмотрела беспроводные зарядки. Это наклейка, чтобы визуально было видно, куда кладется телефон. А так вообще на подстольного монтажа ее не видно. Но заряжает очень хорошо. Пол у нас уложен в кухне-гостиной в коридоре одним единым полотном. Это керамогранит под дерево. Также мы спроектировали теплый пол. Не во всех зонах, но в зоне готовки, в зоне стола и в зоне дивана. На кухне у нас еще разместился кондиционер. Далее из этого помещения мы по коридору попадаем в прихожую. Здесь очень много дверей, о которых я расскажу чуть позднее. А пока давайте остановимся на входной группе. У нас в квартире очень много контрастных элементов. И одним из них являются вот такие вот угловые накладки. Они металлические. Выполняют функцию не только эстетичную, но и защитную. Они защищают углы от сколов, царапин. Пол в коридоре у нас тоже керамогранит под дерево, который продолжается из кухни-гостиной единым полотном. Это сделано, чтобы пространство казалось единым. Но мы решили отделить грязную зону уже другой плиткой. Это тоже керамогранит под бетон. Как бы оставляя зону таких вот... Здесь у нас зона чистых носочков, а здесь уже такая грязная зона входная. В входной зоне у нас уложен теплый пол. Регуляторы от него стоят у нас в шкафу. Я вам сейчас покажу все. А здесь в проходной зоне нам повезло. У нас там идут трубы к батареям, и поэтому пол всегда теплый. В прихожей мы намеренно не делали открытого хранения. Вся верхняя одежда и обувь у нас хранится внутри, за фасадами, которые, кстати, тоже выкрашены в цвет стен, чтобы максимально не выделяться. Здесь у нас есть полки выдвижные для обуви. Вся актуальная обувь всегда помещается. По высоте тоже мы предусмотрели для обуви пониже и для высокой обуви высоту полки, чтобы не задевало. Также есть у нас выдвижные ящики для аксессуаров. Наверху у нас сезонное хранение, новогодние аксессуары, спортивный инвентарь. Здесь, кстати, предусмотрена отдельная вешалка для младших деток, чтобы им было удобно самим раздеваться. Это развивает такую самостоятельность. Также у нас здесь скрыта гребенка. Также шкаф спроектирован с учетом электрического щитка, который у нас здесь расположен. Все тоже подписано, все понятно, есть доступ. Здесь у нас расположены регуляторы теплого пола. Разместили их специально здесь в шкафу, чтобы у маленьких деток не было доступа к ним. Также здесь у нас размещены контейнеры с хозяйственными мелочами. Остальные мелочи мы храним в навесной тумбе. Она тоже сделана вместе с зеркалом на заказ. Это как такое единое пространство. У зеркала есть по периметру подсветка, которую мы используем в вечернее время для создания такого уютного настроения. Здесь у нас отдыхают и ждут нас наши собаки, когда нас нет дома. Также предусмотрели пуф. Тут тоже есть несколько сценариев освещения. Также продолжаются световые линии. Есть два встроенных потолок точечных светильника и бра, которую мы тоже включаем чаще всего вечером. Здесь у нас есть мастер-выключатель. Также на каждой клавише есть вот такая вот наклейка. Это маркировка, которая помогает нам, не только нам, но и нашим гостям и детям выключать и включать свет, именно тот, который нужен. Эти маркировки я сделала сама с помощью плоттера. Это такая машина для вырезания из разных материалов. Придумала, потому что сама не могла запомнить. У нас их очень много, этих выключателей, и я постоянно путалась. из кухни-гостиной мы попадаем в комнату старшей дочери. Здесь у нас уложена инженерная доска, она более тактильно приятная. Далее у нас идет гардеробная. Это гардеробная дочери. Сделана она двумя секциями друг напротив друга, с рейлингами и выдвижными ящиками. Также напротив входа есть система хранения для бижутерии, косметики и всяких мелочей, которые важны девочкам. Далее у нас идет система хранения комодов. Я всегда за выдвижные ящики. Это намного удобнее, чем полки. Все у нас структурировано. Все предметы разложены тоже по своим ячейкам. Здесь у нас также навесная система хранения. Для канцелярских принадлежностей тоже есть выдвижные ящики. Они не глубокие, но вместительные. Радиаторы мы тоже поменяли. Застройщика были не очень эстетичные. Эти изготавливались на заказ под дизайн-проект. Далее мы переходим к спальному месту. Кровать тоже делалась на заказ по эскизам дизайнера. Есть у нас здесь выключатели. Для удобства выключения если ты уже лег в кровать, ты можешь все это выключить, весь свет в комнате. Также в кровати предусмотрено дополнительное спальное место гостевое. Это очень удобно, потому что к нам часто приезжают родственники. На стене у нас установлены семь бра в виде лепестков по дизайн-проекту мне очень понравилось. Она подчеркивает вот эти все округлости, которые у нас есть на шкафчиках и также на кроватях. Из коридора мы попадаем в комнату мальчиков. За моей спиной прячется такой большой стеллаж для игрушек, для книг. Я была изначально против открытых полок, потому что это постоянно захламляется, но так как я организатор пространства, у меня все игры, все подписано, все сложено отдельно и по контейнерам, поэтому выглядит это все в принципе опрятно. Далее у нас идут две секции шкафа, для каждого мальчика своя секция, тоже предусмотрен рейлинг по росту, чтобы было удобно одеваться самостоятельно, чтобы был доступ во все выдвижные ящики, есть монетная такая маркировка, тоже сделанная мной. Далее у нас идет шведская стенка, для мальчиков это просто маст хэв, чтобы они могли полазить, попрыгать, покататься на канате, сбросить свою энергию. Далее у нас располагаются два спальных места, две кровати, одна из них также с дополнительным местом для сна, когда приезжают к нам родственники, мы ей пользуемся. Другая кровать с системой хранения, там хранятся какие-то габаритные игрушки и запасное постельное белье. в каждой кровати есть такие вот читалки, удобно использовать вечером, когда ложимся спать, читаем книгу, они хорошо подсвечивают. Далее у нас располагаются зеркальные два рабочих места, они запланированы тоже на будущее. Рабочие зоны у нас выделены оранжевым цветом, это придает какой-то активности, движения. В этой комнате у нас расположен бризер, он нужен для того, чтобы очищать воздух, который к нам поступает с улицы. Это очень важно, потому что у нас здесь планируется расширение дороги, в дальнейшем мы не планируем открывать здесь окно, поэтому установили этот прибор. В зоне подоконника мы решили установить систему хранения, внутри прячутся у нас практически все игрушки и радиатор. Поскольку теплому воздуху надо куда-то выходить, предусмотрели здесь решетки. Также в откосах предусмотрены розетки с каждой стороны, помимо обычной розетки есть еще выходы для USB кабеля. У маленьких детей практически устанавливают римские шторы. Они крепятся в специальный шторный карман и из-за того, что они туда заходят, то потолок кажется еще выше. Здесь у нас потолок немножко опущен, где-то 2,80. В него встроено три потолочных светильника. Также у нас в нише навесного потолка есть диодная подсветка, которая создает вечерний свет. Сейчас мы находимся в зоне спальни. Это комната-кровать. У нас здесь большое спальное место, матрас 2х2. Также стены здесь у нас под покраску. Данное пространство у нас выделено стеновыми панелями от пола до потолка. Здесь у нас такое рабочее пространство. Также есть акцентные вот эти вот линии, которые прослеживаются в интерьере всей квартиры, что создает такой динамики интерьеру и подчеркивает лаконичность. Мебель выполнена на заказ. Также у нас есть выдвижные здесь ящики, все по ячейкам, можно удобно переставлять, увеличивая или уменьшая внутреннее пространство. Внизу мы предусмотрели домик для нашего робота-пылесоса, чтобы он удобно туда прятался и не мешался нигде под ногами. Там же мы вывели специально розетки под соответственно под робот, под технику. Здесь у нас расположены с двух сторон прикроватные тумбы. В одной из тумб мы предусмотрели беспроводную зарядку, которой пользуемся, когда ложимся спать. в этой комнате также несколько сценариев освещения. Это трековые светильники, встроенные в потолок, по периметру есть подсветка светодиодная, которая также подсвечивает красиво шторы. Есть две читалки и два подвесных светильника над тумбами. На полу у нас здесь инженерная доска и в зоне, в рабочей зоне мы предусмотрели защитное напольное покрытие, чтобы стул не портил пол. Практически во всей квартире у нас располагаются скрытые плинтуса, они тоже черного акцентного цвета и создают эффект порезчей стены. Кровать у нас здесь установлена большая, матрас 2х2, а сама кровать 2,40. Она на ножках, это удобно для того, чтобы робот-пылесос мог там проезжать и собирать всю пыль. Она у нас без хранения, потому что нам это не нужно. Также за шторами у нас здесь прячется бризер. Единственный нюанс то, что дизайнер на этапе проекта не предусмотрел всю глубину этого бризера и нужно было сделать просто шторный карман поглубже, а так шторы получается лежат на нем. Все двери в квартире у нас скрытого монтажа, высота полотна 2,300. У каждой двери есть вот такой маленький магнитный стоппер, который предотвращает повреждения стен. Продолжение спальни у нас есть отдельная гардеробная. Раньше она была частью спальни, но мы отгородили вот этот вот закуток и сделали отдельный вход. Она у нас линейная по двум сторонам, то есть есть женская зона, есть мужская зона. Все верхние короба с одеждой мы обязательно подписываем, потому что нужно видеть, что там внутри, мы очень быстро это забываем. Отдельная гардеробная была неспроста спроектирована, мне было очень важно, чтобы тот человек, который уже проснулся, он не мешал другому спать и собирался уже в отдельной комнате, не заходя в спальную зону. Не забывайте в таких маленьких пространствах, как гардеробные, обязательно делать вытяжку, это очень важно. Здесь у нас расположена постирочная зона и гостевой туалет. Колонна с техникой, это у нас сушильная машина, стиральная машина и сушильный шкаф для деликатных тканей. Также у нас здесь предусмотрены системы хранения хозяйственной утвари, все для уборки, все для стирки, все баночки у меня подписаны. Также мы предусмотрели сразу же место для нашего пылесоса, он достаточно объемный, поэтому ему нужно было большое пространство. У меня есть фишка, которая всем вам обязательно понравится. Я сделала себе вот такие крючки, на которых крепятся потерянные носочки, так как у нас семья большая, то они часто теряются. Отличный способ быстро отыскать вторую пару. Вся сантехника и мебель мы старались предусмотреть подвесны, чтобы было удобно убираться. Это для меня очень важно. Раковина в данном санузле вынужденная мера. Изначально мне хотелось, чтобы все мойки были подстольного монтажа с подклейкой, но из-за маленьких габаритов и глубины мы не проходили, поэтому пришлось установить накладную мойку. Ее минусы в том, что когда сюда попадает вода или пыль, то достаточно сложно оттуда ее вычистить. На стенах и на полу у нас тот же керамогранит, что был на полу в прихожей. Тут также есть теплый пол. Угол выделен керамогранитом под дерево. Кстати, при проектировании мебели мы предусмотрели розетки для техники за выдвижными ящиками. Это обеспечивает нам быстрый доступ, если что-то пошло не так. Над инсталляцией у нас здесь есть скрытый люк, который мы открываем при помощи специальной штучки. Но открыть я вам его не смогу, к сожалению, потому что у меня не хватит сил. Далее мы переходим в основную ванную. В ванной нас встречает подвесная тумба с раковиной подстольного монтажа. Это очень удобно, потому что можно спокойно весь мусор туда загрести и уборка занимает минимум времени. Смеситель выполнен в черном матовом цвете, в принципе не привередлив к уходу. Также у нас есть душевая система, которая тоже черного цвета, полочки для аксессуаров и шампуней также выполнены в черном цвете, как акцентные пятна. Есть полотенце-сушитель электрический, который работает по таймеру. Мы его включаем, когда нужно посушить полотенце, а так он сам в принципе выключается. Также можно регулировать температуру. Гигиенический душ, все кнопки выключателей и держатели все выполнены в черном цвете. Здесь также есть выдвижные ящики для косметики моей и дочери. Здесь хранится фен, здесь какие-то запасы бумаги. Также у нас есть скрытая система хранения. Для нее мы буквально вычленили место из пространства стояка. Очень удобно, есть неглубокие полочки для хранения зубных щеток. Под ванной у нас спроектирована специальная ниша для ног. Это очень удобно, когда стоишь рядом с ванной и ноги не упираются. Также у нас здесь есть скрытый люк, выполненный такой же плиткой для возможности обслуживания сантехники. Ну вот наш рум-тур подошел к концу. Я надеюсь, что вам все понравилось. Пишите свое мнение и вопросы в комментариях. Я обязательно постараюсь ответить. Пока-пока! Привет InMyRoom! Рада вас видеть и добро пожаловать на мой реализованный проект. Я Ольга Цурикова, дизайнер интерьера, и в этом выпуске вы увидите, как мы реализовали проект 38 квадратных метров в новом ЖК с максимальным числом хранения, с двумя спальными местами. Сделали квартиру элегантной, уютной, комфортной. Если интересно, смотрите дальше. Мы находимся в ЖК Фили-Сити. Метраж этой квартиры 38 квадратных метров. Мы ее создавали для молодой девушки, поэтому она у нас получилась светлая, уютная, просторная. Эту квартиру мы реализовывали под ключ, то есть заказчика дала нам ключи на этапе замеров, и сегодня она первый раз увидит весь интерьер. Эта квартира была в отделке whitebox от застройщика. Здесь была уже стяжка пола, штукатурка стен. Мы сделали небольшую перепланировку, чтобы добиться максимального хранения, о котором я вам расскажу дальше. На этот интерьер меня вдохновила моя заказчица, которая по натуре воздушная, легкая, свободная, поэтому он получился светлый и просторный. А теперь давайте я вам расскажу поподробнее и начнем наш рум-тур. Итак, начнем наш рум-тур с кухни и с небольшого волшебства. Так, проводим рукой, и у нас получается подсветка. Кухня у нас P-образная, в ней расположена вся необходимая бытовая техника, холодильник, духовка, микроволновка, небольшая посудомоечная машина на 45, двухкофорочная индукционная плита и вытяжка. Фасады выполнены из эмали, МДФ покрыты эмалью, это износостойкий материал, достаточно практичный на кухне, можно протирать. Цвет выбран по каталогу NCS, специально для этой цветовой гаммы. Так, не путайте NCS с ралом, NCS это немного другая палитра и по ней зачастую работают мебельщики. Мы выкрашиваем в цвет фасады, там более разнообразная палитра. Столешница выполнена из кварца, это очень практичный, удобный для кухни материал, хоть и дорогостоящий, он, столешница переходит в полубарную стойку, которая выполняет функцию стола в нашей квартире. После того, как мы установили кухню, положили столешницу, после этого мы приклеили фартук, поэтому наш стык минимальный между фартуком и столешницей. У нас образовался такой угол, в котором можно хранить мультиварку, кофемашину как вариант и верхняя полочка тоже глубокая и там можно хранить много предметов. Для кухни это всегда актуально. Мойка у нас с подстольного монтажа, каменная, со смесителем сразу с изливом для фильтрованной воды, фильтр расположен под мойкой, там спрятан глубоко. Когда мы проектировали кухню, мы решили немного сэкономить за счет того, что вот эту часть мы выбрали из ЛДСП сделали, а не из эмали. И со стороны, где кухня заканчивается, здесь тоже у нас ЛДСП, что нам существенно сэкономило бюджет. Мы спроектировали такую открытую полку для хранения, она, кстати, тоже выполнена из ЛДСП, хотя внешне напоминает шпон, что тоже нам сэкономило бюджет. Она открытая, потому что я не очень люблю вот эти угловые шкафы с этими механизмами, которые стоят дорого, и не очень функциональны. Кухня у нас оснащена всей бытовой техникой необходимой для эксплуатации. Холодильник, духовка, микроволновка, над ней хранение шкафчики, вот здесь очень удобная выдвижная система, здесь можно сохранить кастрюли, сковородки, дальше посудомоечная машина на 45, выдвижные ящики для приборов и также для хранения кастрюли или сковородок, можно даже тарелок. Двухкомфорочная индукционная панель и над ней вытяжка, причем, обратите внимание, у нас здесь смещена вытяжка вбок, что у нас получается здесь дополнительная система хранения. Вытяжка у нас идет в вентиляционный короб. Кухня у нас выполнена до потолка, ее обрамляет наш опус, который мы сделали из потолочного карниза, вверху шкафчики, но это для предметов, которым мы пользуемся очень редко. В столовой зоне у нас предусмотрено три посадочных места, стол у нас продолжение столешницы, то есть он считается полубарный и стулья у нас здесь полубарная. Над этой стойкой подвесной светильник, вечером здесь можно приятно провести время с такой подсветкой, включается он в удобном месте рядом со столом. В зоне кухни у нас потолочное освещение, встроенные треки, их можно убавлять, добавлять по желанию заказчика, и эти треки освещают именно эту зону, зону кухни. На кухне у нас тоже есть подсветка, которая подсвечивает рабочую поверхность, это очень удобно, когда готовишь, или ее тоже использовать как атмосферное освещение. А вы знали, что у InMyRoom есть уютный телеграм-канал, в котором много анонсов, скидок от партнеров и много интересных дизайн-проектов. А ссылку вы можете найти в описании этого ролика или ввести в поиске по названию. У нас прихожая переходит в кухню, и эта зона у нас сделана из плитки керамогранит. Это комфортно, удобно и практично, потому что вы можете чем-то пользоваться, что-то может упасть, пролиться, можно протереть без проблем. Дальше переходят в зоне гостиной доска. Инженерная доска у нас приклеена, то есть она стабильна. Кстати, все швы на плитке мы затерли эпоксидной затиркой. Это очень практичная затирка и всем рекомендую. Кухня от гостиной по стене у нас делится зеркалом. Это матовое бронзовое зеркало в обрамлении молдингами. Это создает такой ритм и визуальное деление. Небольшой совет от дизайнера. Вы можете обрамить молдингами и вместо зеркала сделать декоративную штукатурку, плитку или, например, другой цвет. Диван у нас раскладной. Здесь спальное место комфортное. Раскладывается как французская раскладушка. Кстати, похожий диван вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. В зоне отдыха, где диван и кресло, у нас есть столик, на котором можно вечером провести время, поставить ноутбук, чашку чая. Также мы сэкономили от застройщика оставили батареи, покрасив ее специальной краской для батареи эмаль в цвет стен. Поэтому она максимально интегрировалась и ее не видно. Мы оставили окна от застройщика, потому что нет смысла их было менять. Они в черной раме и здесь был небольшой опуск на подоконник, поэтому я решила обрамить их тонкой 4-миллиметровой ЛДСП панелью под дерево. Выглядит очень эстетично и классно. В зоне гостиной у нас кресло. Оно высокое посадочное место 45, это как стул. Оно поворотное. Мы его предусмотрели для того, чтобы вот здесь у нас запланирован стол рабочий. И в дальнейшем, если заказчица захочет сюда поставить стол, это кресло можно использовать как стул. В зоне гостиной у нас большой телевизор диагональю 55. Под ним ТВ-тумба. Есть кабель-канал, который соединяется и выводы. Здесь внутри есть розетки в тумбе. Можете подключить все, что угодно. В зоне гостиной у нас отдельное освещение. Таких два светодиодных круга, они заподлицо с потолком и они еще могут диммироваться отдельно друг от друга. Над диваном у нас бра. такие круги из камня. Их можно включать вечером. Выключатель находится в зоне столешницы, в зоне у нас столовой группы. Очень красивое атмосферное освещение. Мы находимся в маленькой прихожей. Здесь дверь мы оставили от застройщика. Она высокая, где-то в районе 2-30. Облицевали ее шпоном, таким же, как сделаны наши межкомнатные двери, поэтому она так преобразилась. Поменяли фурнитуру на золотую. В зоне прихожей у нас есть такая консоль, где можно положить ключи, небольшой ящик с хранением и обувница от 2 ящика. Это очень удобно. Далее у нас есть пуф, в нем тоже есть хранение, например, шапки, перчатки. Квартира маленькая и всегда дополнительное место, это очень удобно. В прихожей есть большое зеркало, которое выполнено по моим эскизам, вот такой вот неправильной формы, немного каплевидный, который также повторяется у нас над светильником, над столом и в фасадах. Зеркало очень удобно, в него можно посмотреть перед выходом, и оно также увеличивает пространство этой маленькой прихожей. Также здесь картина, она выполнена мною, называется она постель, специально такого размера, потому что под ней спрятан один секрет. Сейчас вам покажу. Так, и вот здесь расположен дычок, здесь щиток у нас и ротор, и еще пожарная сигнализация. Я забыла добавить, картина называется постель не просто так, это выполнено из моего пододеяльника, вот такой вот арт-объект получился, конкретно под размер, такой объемный, фактурный, мне кажется, интересно, добавляет игру и объема. Рядом с прихожей есть два шкафа, в котором организовано как раз хранение для вещей, для верхних и для обуви. Как я вам ранее говорила, у нас была небольшая перепланировка, за счет этой перепланировки мы организовали систему хранения, именно этот шкаф. Раньше у застройщика здесь была дверь, которая вела в спальню. Мы ее перенесли в зону гостиной, и у нас здесь получился шкаф, как дополнительная система хранения. Шкафы у нас с фасадами выполнены из МДФ, покрыты эмалью. Кстати, на шкафах такой же цвет, как и на кухне. Это как раз мы можем осуществить за счет того, что мы пользуемся каталогом НСС. Два шкафа с одинаковой фрезеровкой, чтобы создавали единую композицию. Шкафы до потолка, а здесь у нас полки и штанги для вешалок. Напротив ниша была уже от застройщика, и мы сделали здесь тоже хранение. В таком же стиле шкаф выполнен, как и напротив. Все стены в квартире у нас выкрашены краской, которую можно протирать. Плинтусы у нас выполнены из дюрополимера, которые также покрашены этой краской в цвет стены. Ну и пройдемся в спальню, но сначала вам покажу дверь. Она заподлицо со стеной, но открывается вовнутрь. Это специально сделано для нас. В этой спальне предусмотрено все необходимое для комфортного сна и уюта. Мягкая кровать. Кстати, кровать с системой хранения. На стене у нас такой ритм из зеркал и панелей мягких и рифленых. Рифленых это создает движение и немножко расширяет пространство этого маленького помещения. В спальне использованы мягкие нейтральные оттенки. Эта панель создает тоже уют. Она выполнена из такой же ткани, как и кровать. В спальне очень важно освещение. Тоже разные сценарии, чтобы было уютно и комфортно и атмосферно. У нас над тумбочками такие подвесные светильники, которые выполнены по моим эскизам в мастерской в Питере. Также у нас есть направленные светильники для чтения, чтобы можно было почитать. Шкаф встроен в нишу. Эта ниша была предусмотрена застройщиком. Здесь полки и вешалки. Также на фасаде здесь есть углубления, которые повторяются в панелях в этой спальне, что создают определенный ритм и немного меняется геометрия помещения и увеличивает пространство. Здесь у нас видно зеркало, оно идет до плинтуса. Здесь розетки и управление светом около кровати удобно. Здесь уже не тумбочка, а просто прикроватный столик. У нас интересная дизайнерская люстра, текстиль, шторы, портьеры у нас блэкаут, чтобы никто не мешал спать. И в этой спальне также есть комод, совмещенный с туалетным столиком, где можно хранить постельное белье, вещи и также посидеть и привести себя в порядок. Столешница выполнена из акрила, такой же как в санузле на тумбе. Почему я выбрала акрил? потому что это более теплый материал и очень приятно, он тактильный, потому что он теплый, кварц холодный. Комод тире туалетный столик мы декорировали такой настольной лампой. И я специально нарисовала картину, называется она вдохновение. По геометрии и по цвету она очень интегрируется в эту комнату. Далее мы проходим санузел и в санузел у нас ведет дверь. вот такая вот до потолка. Она из шпона, такая же как панель на входной двери. Открывается легко, там 4 петли. И проходим санузел. При входе у нас шкаф, здесь уже была ниша от застройщика, мы это оформили в шкаф. стиральная стиральная машина 45 глубиной с сушкой и корзина для грязного белья и также полочки для хранения. Здесь еще есть небольшая ниша для сушки и гладильной доски. Дальше у нас плотиносушитель электрический нашего производителя. Раковина у нас выполнена на заказ. фасады эмаль. Здесь сверху камень акриловый с интегрированной акриловой мойкой, специально сделанной под наш размер. Бортик также из акрилового камня, чтобы не пачкать стены. И встроенный смеситель. На раковину у нас установлено зеркало, которое выполнено по моим эскизам. Также оно с подсветкой. Душевая кабина у нас выполнена в строительном исполнении. Поддон в строительном исполнении облицованным мрамором. Так что пойдемте посмотрим удобно ли тут мыться. Здесь есть полочки для хранения геля для душа, мыла, мочалки. Также тропический душ и лейка установлены на уровне груди, чтобы не мочить голову. Это очень актуально для девушек особенно. Специально для заказчика. Именно конкретно под нее был сделан. Также еще у нас здесь на стенах матовый керамогранит итальянского производителя и на полу такой же. Очень красивый рисунок под камень. конечно любой санудел не обходится от инженерных коммуникаций. И мы здесь их скрыли за дверцами. Они покрашены в цвет стены. Здесь расположены гребенка и водонагреватель. санудрия Ну вот и подошел рум-тур к концу. Если у вас остались вопросы или комментарии пишите я обязательно на все отвечу. Пока-пока! Меня зовут Илона Я дизайнер интерьеров и сегодня я покажу вам один из своих проектов и это моя квартира. А это мой муж Андрей. Это правда. А еще я занимаюсь лофт-мебелью и помогаю Илоне с дизайном. В этой квартире нас проживает трое. Я Андрей и наш сын Роберт которому два с половиной года. Еще у нас есть кот орешек. Мы проживаем в квартире в новостройке в Санкт-Петербурге. Квартира студия и изначально она 23 квадрата площади но у нас еще есть балкон 5 квадратов которые мы утеплили и добавили к нашей небольшой квартире. Мы считаем что мы в двухкомнатной квартире живем. Да. Хорошо. Мы живем на восьмом этаже дом монолит студия с балконом с видом во двор. Да. Кстати это тоже очень хорошо. На машине не смотрим. Эту квартиру мы купили в 2017 году. Она уже была готовая. Далее также она была с отделкой от заустройщика. Как и все квартиры в этом доме. В целом мы заехали. Первое время мы жили в той отделке которой было. А потом мы сделали ремонт в основной части комнаты. Санузел у нас остался в плитке и в том состоянии в котором было от заустройщика. И тут вопрос да что нас подвигло вообще всю эту машину запустить на второй раз. Потому что все-таки ремонт действительно здесь делался уже ну если считать от заустройщика то уже третий раз. Мы однажды поехали отдыхать очень уставшие от работы и у нас было много объектов мы с Андрюхой просто выжатые как лимоны приехали в санаторий в Петербурге. Мы только-только заходим в номер кладем наши вещи Андрея звонок на телефон и говорят вы топите соседей. Нет неправда у меня вода закрыта меня дома нет. Мы не топим мы уехали. Ну значит это канализация я говорю спасибо и после этого да мы приехали сюда пришли открыли и поняли что ремонт нам предстоит полный. У нас квартира студия она подразумевает что все находится в одном помещении. У нас есть прихожая часть санузел с душевой кабиной душевая можно сказать кухня-гостиная и благодаря присоединенному балкону еще и кабинет. Как я уже рассказала ранее из-за потопа мы делали два ремонта но не вся мебель пострадала и основная это кухня шкафы удалось это все сберечь она в целом ничего не затронула она выжила но как это у нас получилось все реализовать мы покажем вам сейчас в рум-туре. Мы сейчас находимся в зоне кухни я не просто так это назвала зоной потому что помещение у нас все-таки общее но для нас было важно разделить и сделать зонирование в помещении поэтому можно здесь на стене у нас увидеть плитку которая отсекает у нас зону спальни от зоны кухни и также эта линия идет у нас по полу тем самым выделяя зону кухни действительно в какое-то такое микропространство у нас здесь нет стен но благодаря шкафу который отсекает эту зону холодильнику который тоже разделяет зону коридора и кухни все-таки создается такой уютный уголок именно место кухни где мы готовим где мы едим и в целом вообще на самом деле хорошо проводим время по поводу того как мы саму кухню решили использовать поскольку пространства в студиях очень мало нужно все использовать по максимуму и кухня поэтому приобрела верхний ряд соответственно там мы убираем не самые там первостепенно необходимые вещи можем использовать ее в принципе под хранение кухонной утвари абсолютно не обязательно также она плавно перетекает если посмотреть в антресоль потому что изначальная планировка самой квартиры на самом деле прям просила добавить что-то для хранения был большой длинный такой коридор абсолютно бесполезно с ним ничего не сделать стены несущие и то есть просто 90 сантиметров такой очень длинной какой-то длинной штуки для того чтобы он на голову не давил мы добавили туда светодиодные линии вот и провели соответственно фасады также они повторяются еще со стороны гостиной что касается материала в кухне тут все достаточно просто это МДФ в пленке белого цвета многие говорят что белый цвет он марки и с ним сложно жить на самом деле учитывая что это по сути полимер вытирать его можно любым практически моющим средством естественно только не абразивным поэтому кухню всегда легко оставлять в хорошем виде также у нас фартук сделан из цельного листа нержавеющей стали что тоже очень удобно не боится никаких загрязнений в том числе там может быть химических и так далее все очень легко убирается столешницы у нас из массива дуба здесь в большей степени играл на то что нам очень нравится этот материал надо сразу понимать что этот материал живой он по сути живет вместе с тобой вместе с кухней на нем остаются какие-то следы там эксплуатации и прочее но при этом он очень легко реставрируется если это если хочется если там какие-то серьезные повреждения он получает он легкий и очень приятный теплый тактильно также вот эта стена которая у нас отделана в плитку к вопросу о том что мы очень не любим убираться тоже очень легко моется учитывая что ребенок у него нет своей зоны он настоящий ребенок у него зона это вся квартира то есть он где-то может присарать где-то может что-нибудь там разбрызгать раскидать все это легко убрать также соответственно с плитки на полу с керамогранитом также если вернуться к вопросу хранения организации хранения помимо самих ящиков выдвижных закрытых мы постарались всю вот эту стену достаточно большую по площади на кухне также использовать поэтому сюда были повешены рейлинги и у нас стоит металлический стеллаж из профиля также соответственно повторяет он по своей по своим материалам столешницу это также на моем производстве было все сделано но декорация все это не я делал как устроена на вся кухня ну пробежимся быстро здесь получается расположена посуда чайи специи стаканы посуда которая ежедневно используется как мы там и сказали долгосрочное хранение не будем дай мне показать здесь у нас находится вытяжка и плюс еще тоже зона хранения для всяких мелочей типа масла там таблетки для посудомойки и здесь вот эта вот зона на самом деле это была такая наша точка преткновения потому что все что нам хотелось не помещалось в этот размер как нам было нужно и мы очень долго подбирали раковину которая может влезть вот в это вот прям ну правда запредельное расстояние у нас стоит индукционная плита она не нагревается сама она не нагревает все вокруг и как вы видите уже несколько лет нашему ремонту и ничего со стенками кухни да вообще не произошло все с ними в порядке зато произошло с самой плитой мы с Андреем были очень такие перфекционистические у нас позывы были когда мы хотели вычистить край плиты Андрей сделал вот так и плита сделала вот так мой вам совет не делайте так приведет вот к такому итогу на самом деле вытаскиваете духовку и поднимаете спокойно все у вас будет целое у нас так не произошло ну да ладно это все мелочи здесь у нас находится посудомойка на 45 сантиметров классно если бы была возможность поставить 60 мы бы с радостью это сделали но хорошо что и такая влезла остров это на самом деле место точка нашей радости хорошо что мы его поставили потому что мы долго думали ставить стол или остров думали размышляли и очень было классно что мы решили все-таки поставить остров потому что он является продолжением нашей кухни а столешница большая комфортная и в целом удобная вот здесь по этим сторонам у нас сидят люди но скажу честно стул часто перекочевывает в эту сторону и мы сидим все по кругу сам остров покажу его тоже он имеет у нас хранение снизу ящик под сковородки кастрюли здесь у нас хранятся крупы и всякая бокалея еще у нас здесь есть такая таинственная дырка очень многие спрашивают для чего она была сделана на самом деле первостепенно она выполняла функцию хранения микроволновки в себе то есть в это отверстие мы ставили микроволновку она у нас здесь работала и в целом было классно потом мы просто от нее отказались и дырка осталась и у нас сюда переехал жить кот со своими мисками со своей поилкой кухню мы делали под заказ преимущественно из-за ее размеров потому что нужно было вписать все четко под квартиру под все миллиметры наши потому что квартира студия на самом деле этим и отличается то что очень важно чтобы каждый сантиметр был использован с толком также я хотела бы рассказать вам про освещение у нас на кухне у нас здесь есть свет у поверхности рабочей ну свет у вытяжки самой у прибора и свет над баром у инмару есть свой телеграм-канал в котором есть интересные идеи интерьеров скидки и акции от партнеров и анонсы новых роликов ссылка ниже подписывайся а теперь давайте пройдем в гостиную рассказывать про гостиную наверное буду и тогда уже я потому что я там больше времени провожу так как там есть диван ну тогда с него и начну поскольку гостиная по сути это основное жилое помещение в квартире студии важно организовать хорошее место для сна в том числе оказалось существует такой тип раскладного дивана как итальянская раскладушка по сути это диван с достаточно легкой возможностью раскладывания с ортопедическим матрасом который как раз таки и сделан для того чтобы на нем спать постоянно то есть по факту когда вы раскладываете у вас получается полноценная кровать с хорошим матрасом давайте покажу как он раскладывается тут все просто на самом деле он выглядит массивно но сам по себе достаточно легкий подержи просто тянем на себя диван открывается параллельно с этим соответственно зона хранения для подушек их тут две стороны открываем и по сути у нас готовая кровать все можно ложиться точно так же соответственно в обратном порядке мы и собираем также по сути это и зона хранения здесь находится наш основной шкаф вещевой там висят вещи там соответственно лежит белье есть зона сезонного хранения простите пожалуйста он не так положил подушки я не могу мне это не пережить подушки чтобы лежали правильно все спасибо здесь же соответственно дополнительное хранение постельного белья там у нас на самом деле всякие документы лежат рабочие все остальное вот ну и напротив огромный телевизор ну я думала он расскажет про комод зона телевизора на самом деле тут все тоже максимально старались продумать чтобы вот каждый уголочек за что-то отвечал когда чтобы это не планировалось появлением ребенка половина из этого идет хранение вещей вещей ребенка про этот комод есть она забавная история потому что когда мы его проектировали делали у нас как бы мы сидели думали у нас кот живет с нами уже очень много лет но он появится ребенок он будет чувствовать себя ущемленным во время потопа его домик исчез в мусорку я значит как заботливая хозяйка придумала вот эту вот дырку вот туда залез ровно один раз понюхал ушел и здесь же у нас стоит кроватка ну наверное про кроватку ты расскажешь кроватка это самая бесполезная в нашем интерьере вещь на этом можно и закончить но на самом деле да нас очень многие люди предупреждали что не все дети далеко спят в кроватках поэтому мы взяли ее как временное решение из икеи в общем то прошел первый месяц мы поняли что ребенок спать в кроватке у нас не будет конечно для каждого родителя это свой выбор мы решили что нам вполне себе комфортно спать на диване все вместе ребенок рядом мы все высыпаемся и он сейчас вот ему уже два с половиной года он просто физически отказывается туда ложится мы готовим ему к тому что эта кроватка скоро исчезнет и появится его кровать отдельная в которой он будет спать также у нас есть башня монтесори ну или как это башня помощника называется которая у нас складного формата да я могу вам показать как она работает на самом деле тоже классная штука у нас появилась куча всяких непонятных гаджетов с появлением ребенка да она закручивается так встает сюда ребенок залезает по лесенке и вот он здесь уже полноценно живет дальше с нашей гостиной выход уже по сути в рабочую теперь уже комнату выход на балкон мы полностью изменили оконную группу изначально здесь было классическое окно с этой стороны дверь мы убрали подоконный блок немножечко сместили сюда само оконный проем но это легкое наращивание было сделано но честно скажу когда мы увидели фотографию вот этого вот прохода как изменилось помещение после вот этой вот этого изменения насколько стало много света насколько стало просторно и вот это вот замкнутость ну плюс проходит превратился из узкой дверь потому что окно то здесь на самом деле заканчивается да то есть если изначально план оставить какой был то дверь была бы вот здесь вот рядом с тумбой и это практически нереальная ситуация поэтому стоит такая перегородка она легко закрывается также проем закрывает blackout штора штора автоматическая управляется нескольными способами либо со своего пульта магнитного у многих всегда появляется вопрос что это за штука у нас на потолке висит это на самом деле гамак для аэро йоги для тренировок но скажу честно с появлением ребенка он благополучно трансформирован детский гамак холыбельку мы просто расстилаем мелко мы туда кладем матрасик и он у нас качается еще хотели рассказать про материалы которые здесь у нас используются на полу на самом деле основной материал который мы любим и обожаем и регулярно даже свои проекты ставим это винил он еще бывает винил или кварц винил в зависимости просто что есть подложка или нет у нас это просто винил это прям тоненький тоненький материал 2 миллиметра общей толщины он клеевой причем клеевой он не просто так он после вот как раз таки того потопа мы приняли решение делать клеевой напольное покрытие и плитки ну чтобы она максимально не боялась вообще никакой ваги на остальных участках пола у нас используется керамогранит вот получается он у нас использован из одной коллекции такого скажем желтого светлого песочно-желтого цвета и синего-глубого да он одинакового формата метр двадцать на шестьдесят просто разные цвета вот это цветовое пятно которое у нас сделано с помощью краски получается мы сделали два цветовых сочетания здесь раньше у нас здесь была нарисована пальма там цветочная и прочее мы немножечко подустали от яркого такого насочного принта и решили заменить на что-то лаконичное минималистичное все остальное пространство по гостиной по кухне это декоративная штукатурка и на самом деле это очень выигрышный удобный вариант потому что во-первых именно это покрытие оно не сильно требовательно к ровности не к качеству а именно скажем так идеальности подготовления вот стены да и также очень легко либо ремонтируется и моется а вы знали что у инмарум появились еще и подкасты уже вышел первый выпуск про ремонт так что переходите по ссылке ниже в описании а также ищите на всех площадках и слушайте это моя святая святы здесь я работаю вдохновляюсь делаю проекты мне очень нравится панорамный вид который получился то есть можно сидеть работать смотреть в покушке к соседям стол стул компьютер это все что мне нужно вторая часть балкона у нас используется уже под зону отдыха на самом деле этот стул тоже перекочевывает сюда и мы все дружно здесь сидим отдыхаем у нас здесь есть удобное комфортное кресло столик для кофе и и моя картина если говорить про какие-то технические моменты здесь то у нас здесь конечно же есть теплый пол на полу как и кстати вообще по всей квартире где у нас есть плитка у нас есть теплый пол у нас стоит вот такая вот штука это называется гладильная станция это один из моментов тоже такое важное наше устройство в нашей бытовой жизни потому что как видите у нас нет никаких дополнительных кладовок нет каких-то гардеробных отдельных где можно было бы там склоп куда можно было это все поместить когда мы утеплили балкон места действительно технического хранения стало очень мало и нам пришлось менять технические моменты нашей жизни на более оптимизированные на более компактные в плане размеров и более технологичные так скажем балкон у нас прошел полный цикл утепления начиная от окон то есть мы сначала заменили остекление теплое и далее уже по всем стенам сделали утеплитель нашили гипрок и в процессе потом уже покрасили также пол и потолок были утеплены то есть везде утеплитель на потолке натяжной потолок ну и под ним есть слой мы в прихожей основным акцентом здесь стали у нас черно-белые обои они яркие принтованные при этом их дополняют спокойный пол потолок и достаточно лаконичный шкаф как раз такая деликатность в остальной отделке и побудила нас к какому-то более яркому принту на оставшихся стенках здесь у нас еще так же повешено зеркало в черной раме оно еще из икеи тоже сделано но неспроста ну во-первых потому что это как функция нужна а во-вторых черная рама она дополняет композиционно всю историю и немножечко перебивает активный принт чтобы не было его слишком много чтобы он нам не довел принтуса кстати мы используем из дюрополимера это твердый пластик они достаточно устойчивы к ударам да ко всяким побоям красятся они краской поэтому когда приходит время им освежиться да то мы дополнительно просто перекрашиваем здесь у нас есть шкаф с ним были конечно тоже нюансы застройщик не продумал нормальную глубину шкафа и дал нам всего лишь сорок пять сантиметров по глубине это повлияло на то что вещи у нас здесь висят нестандартно да штангой по длине и такой развеской а вещи висят к нам лицом основной свет в прихожей у нас решен при помощи точечного освещения как и в целом по всей квартире на самом деле мы любим заливной свет чтобы в целом везде помещение хорошо освещалось поэтому точечный свет для нас это прям мастер так скажем и зона вот этого узкого коридора она у нас освещена с помощью диодной подсветки в коридоре при переходе из нежилой части в живую от застройщика стояла вот здесь дверь вот тут но мы ее решили убрать потому что нам казалось что создается два таких неуютных пространства что со стороны прихожей ты зашел в такую клетку что там потом ты смотришь и как-то тесно неуютно и вообще наша цель была максимально раскрыть все это пространство пусть он друг в друга переходит и будет максимально таким светлым свежим просторным и уютным сейчас мы находимся в душевой в целом от застройщика помещения мы это не меняли и даже расположение практически сохранилось унитаз стоит на своем месте единственное что от застройщика раковина была в той части что глобально здесь изменили мы мы долго думали решались на этот ход но тем не менее мы на 30 сантиметров зашили эту стену для чего мы это сделали да при таких габаритах действительно да звучит рискованно потому что забрать 30 сантиметров под комнату вроде как звучит немножко как безумие но тем не менее мы сюда интегрировали всю зону хранения которая нам нужна в ванной комнате и вообще ни разу не пожалели у нас здесь находится скрытая инсталляция она же занимает какую-то часть вот в этом месте у нас находится фановые стыки и техническая разбудка здесь давайте показать здесь у нас тоже коллекторы стоят ну и плюс какие-то игрушки магнитошители всякие технические какие-то нюансы а вот эти две части это у нас наполнение уже наше лично бытовое здесь всякая косметика полотенца и пошло поехало там дальше более длительное хранение плюс конечно же это тумба под раковиной на мой взгляд в таких помещениях нельзя не использовать это пространство она обязательно должна быть раковину мы сделали как я уже сказала интегрированную под столешницу столешница из акрила очень классное решение здесь у нас также зеркало большое круглое в большей степени оно еще и как элемент дизайна на себя берет роль потому что именно благодаря такому большому зеркалу отражается все помещения и оно не смотрится уже таким компактным и замкнутым ну и плюс оно оформлено в деревянную раму достаточно много плитка у нас выбрана здесь комбинированная недорогая на тот момент она стоила 980 рублей за квадрат напольная плитка и настенная в душевой зоне и тоже что-то в районе 800 рублей за квадрат оно было прям правда очень бюджетное а вот декоративная плитка с рисунками была наоборот достаточно дорогой на тот момент она стоила там около четырех с половиной тысяч рублей но учитывая что объем здесь небольшой и зона все-таки такая ключевая центральная мы решили ее здесь расположить и потратить на нее а также у нас в отделке комбинированная отделка идет вверх покрашенный влагозащищенной влагоустойчивой краской и снизу сделана часть плиткой также тумбу мы сделали подвесной по двум причинам потому что у нас есть код и где-то нужно было расположить его лоток поэтому высоту мы выбрали такую чтобы ему было комфортно расположиться при этом еще и удобство уборки тоже о нем думали подвесной унитаз подвесная тумба и в общем-то максимально все уторванное от земли это вообще было наше желание огромное потому что везде где может проехать робот-пылесос там не нужно убираться нам здесь у нас находится шкаф хосшкаф его так назовем его фишка это его акцент яркий оранжевый цвет мы его тоже разрабатывали полностью под себя идеи с фасадами дырками тоже сделали все индивидуально под себя в чем была значит она суть ну во-первых чтобы здесь не было никаких ручек чтобы тут пространство видите даже я я человек не крупный и прохожу так с трудом Андрей он у нас человек большой богатырь и конечно для него это было бы прям чревато каждый раз биться об ручки поэтому мы здесь использовали фасад без ручек здесь вообще у нас нажимные пуш системы здесь просто вырезанные дырочки вот так открываем фасад поделен не просто так на такую маленькую часть и большую все тоже сделано из расчета того что вот как нам здесь быть и открывать эти двери вместе с ними чтобы можно было отойдя сюда все таки эту дверь тоже открыть а не застрять в пространстве машинка про нее бы тоже хотелось немножко рассказать она у нас два в одном то есть стиральная и сушильная машина после того как мы в ней посушили одежду мы вешаем на нашу сушилку которая хранится у нас вот здесь компактно висит на крючках такая вот бамбуковая небольшая сушилка которую я вам тут могу даже продемонстрировать которую если мы поднимем она в целом получается достаточно компактная и в этой части у нас размещается душевая кабина здесь она была расположена по умолчанию от застройщика в целом хорошее компактное место не могу сказать ну единственное что Андрей говорит что чуть-чуть тесновато здесь но в целом все равно классно сделали душевую систему с термостатом классная вещь тоже мы кайфуем от этого всего температура регулируется всегда постоянно хорошо работает и вообще все здорово один из важных моментов это освещение на что у меня Андрей попросил обязательно сакцентировать внимание освещение у нас здесь решено как и по всей квартире тоже с помощью точек но в душевой так как она у нас очень ограниченного размера если бы мы сделали точку прямо по центру кабины то она бы четко попадала в шапочку душевой лейки и в кабине было бы темно потому что давалась бы такая вот теневая занавеска благодаря том что мы ее чуть-чуть сдвинули от центра на плане этого видео не очень симпатично но в жизни конечно это достаточно функционально такой вот маленький маленький нюанс о котором лучше думать когда проектируешь свое пространство с детской ванной и купанием решили вопрос очень просто мы купили вот такую вот складную ванночку которая у нас просто вот прячется видите какая у меня толщина она у нас идеально мы конечно же ее по размерам подобрали она у нас идеально встает когда ребенку нужно принять ванну мы спокойно ее набираем он купается и что самое классное его можно изолировать от водяных брызг во вне душевой кабины вот этой вот шторкой и все получается достаточно классно вот и подошел к концу наш рум-турт подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и вопросы под этим видео а мы на все ответим Продолжение следует...